Из-за многочисленных сообщений в интернет-СМИ прокурор области Сергей Филипенко инициировал проверку на предприятии «Серп и Молот», работники которого одни из первых начали жаловаться на адские условия труда. Температура воздуха в цехах, по словам людей, зашкаливает, нет вентиляции. Организм людей не выдерживает, и поэтому сотрудники падают в обморок. Нас пропустили на завод, провели в два цеха, где сейчас сотрудники работают. Примерно трудятся на предприятии «Серп и Молот» около 500 человек. Там действительно очень жарко. Как отметил начальник производственного цеха, сейчас невозможно оснастить рабочие места кондиционерами, потому что это очень затратно для предприятия. Предлагали за 7 миллионов провести вентиляцию. Для этого нужно все цеха закрыть. Никаких не должно быть. Это очень дорого. Это дорого, да. Также нам удалось пообщаться с сотрудниками. Многие из них сказали, что условия труда их вполне устраивают. Каждый год все то же самое. Все нормально. Минеральной водой нас обеспечивают. Спецодежда обеспечивают. Сейчас мы 10 минут отдыхаем. У нас есть обед. У нас все нормально. Не было случаев, когда люди падали из-за жары здесь? Мать, что, конечно. Что за губ? Что вообще такое сказать? Но нам удалось поговорить и с теми, кого не устраивают рабочие условия. Ветер вообще к нам не поступает. Мы те, кто с давлением, те, кто, как это сказать, у кого ишемия или еще что-то, просто нам плохо. А там не отойдешь. Если есть работа, просто не отойдешь. А вам лично становилось плохо? Ну, головокружение. Да. Звездочки в глазах были. Нас ничего не спасает. Тут ни вода, ничего. А кондиционеры, говорят, там есть? Нет там каких-то кондиционеров, только вам у них. Ну, естественно, есть административная ответственность. То есть, опять же-таки, конкретная квалификация будет дана после того, как будут результаты. То есть, под признаки того или иного состава правонарушения будут подпадать действия работодателя. Пока вот предварительно нельзя сказать, какая будет конкретная статья до выводов. В результате провели замеры воздуха на трех рабочих местах. Результаты станут известны уже завтра. Полина Попенец, Роман Шельзяев, Саратов, 24.